МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда меня назначили сюда, ну, неведение, а страшило немножко. Дома деревенского типа, население очень маленькое, 70 тысяч где-то. И вдруг в самом городе шесть соборов старинных, древних, все памятники архитектуры и монастырь. Было очень удивительно. Я очень люблю каширы, люблю народ. Но главное, чтобы люди потянулись к Богу, потянулись к Слову Божьему. И вот если, оглядываясь на свою жизнь назад, в лет 20, мне бы сказали, ты будешь священником, я бы, конечно, не поверил тому человеку. Я был человек военный, был, конечно, одержим идеей защиты Родины. Тогда, в 70-е годы, не приветствовалось ходить в храм, венчаться, крестить детей. Священника Валерия Щербакова, только приехавшего в город Актюбинск, где служил наш герой, в парткоме сразу предупредили. Вы священник, но вы также и советский гражданин. После службы, чтобы нигде вас видно не было и никакого общения с молодежью. Однажды к батюшке пришел молодой мужчина. Он признался, что служит офицером, не крещен, но очень хочет креститься. Я дерзнул офицера святской армии покрестить. Вот покрестили. Потом стали общаться. И выяснилось то, что и матушка с ним не венчана, то есть он не венчан. Ну, здесь опять я беру дерзость на себя, такую смелость повенчал. И как-то духовная такая общность появилась. Проходит время, и здесь архиеписко-палматинский-казахстанский Алексий назначает меня настоятелем вновь открывшегося храма в городе Актюбинске. Он ранее был храмом, но в советское время он был закрыт и был превращен в клуб. Я так и взвожу в душе Виталия Первозванный. На его все легло, в плечи. Если будете в Актюбинске, вы поглядите его руками, что сотворено. До сих пор стоят и аналогчики у престола, что батюшки служат там, и уже лет 20-то служат. А потом был сделан очень серьезный шаг. Советский офицер Виталий Коценко понял, что хочет духовно служить Родине, Церкви, быть священником. Первым его назначением в качестве настоятеля стал степной городок Аркалык, где не было ни храма, ни православной общины. Известен он только тем, что там, в пустыне, приземляются наши космонавты. И начальник штаба, его воинской части, и командир, конечно, были в недоумении. Его бы просто разжаловали бы, лишили всех воинзываний, всех наград бы лишили бы. Могли бы посадить, просто-напросто. Особого дела он не церемонился и ни с кем не считался. Я благодарю Господа за тот момент, когда вот именно эту хрупкую духовность и белек не поломала враг Рода Человеческого. То место, где я служил священником в Тургайском, действительно, было пустыня. Ну, представьте, летом 45 градусов жары и зимой 45 градусов мороза. Наметал вот так снег, что заносило дома, что дети в школу не ходили месяцами, и ни одной церкви в области. И вы знаете, с Божьей помощью как-то все шло как-то понакатанно, и все получалось. Радовалась душа, радовалось сердце, и вдруг какой-то обрыв. И тут-то я понял, что не все так просто. Нельзя думать, как многие размышляют, что вот стал священником, и все у тебя хорошо, все у тебя есть. И приход есть, и церковь есть. Нет, мои хорошие, это сложный путь. До того сложный, что не всегда исправляются с этим пастырем. Мне нравится пример, когда говорят священник, как мусорное ведро. Почему так, можно сказать грубо? Потому что представьте, что исповедуя человека, он открывается ему во всех своих негативных делах. Рассказывает о своих грехах. Постоянно, постоянно каждый человек, пытаясь все как бы возложить на духовника, чтобы тот вымолил эти грехи перед Господом Богом. Только один человек хорошо знал, насколько тяжелы были эти испытания. Матушка Татьяна всегда была рядом, всегда ждала его. Молилась сначала за военного, а потом за Ирея Виталия. Я почему говорю о трудностях, испытаниях? В Ракалыке, где был миссионером, мы похороняли дочку. Я построил там храм. А в Раменске похоронили сына. И вот мы потеряли троих детей. Потеряли троих детей. И так бы получалось со стороны построенная церковь, добро и тут же беда, тут же зло. Смерть ребенка. Дядь Виталий, хотя свой атаман в области есть, но он главнокомандующий и духовно окормляющий всех казаков, которые служат на благо Отечества. Самой непосредственной задачей отца Виталия – это восстановление храмов и духовно-насвязанного запятания молодежи. Казачество в этом вопросе очень сильно помогает ему. Я являюсь атаманом Каширско-станичного казачьего общества. В жизни, в жизни у людей, в жизни у казаков, есть такое понятие. Семья, церковь – это святое. Поклонение старикам – это святое. Вы знаете, чудесным образом я оказался в Кашире, потому что и не думал, что Господь сподобит меня здесь быть, а наипаче – в благочинном Московской области. Такое время настало, когда священник является не только пастырем, не только проповедником, но еще и прорабом, строителем, архитектором. И по поводу того, что знает все цены, и коммерческие все эти знают тайны. Ну, такое время на все воле Божьей. Может быть, когда-нибудь наступит и другое время, о котором мечтает батюшка. Все храмы будут отреставрированы, люди станут другими, в милиции будет меньше работы, и тюрьмы, возможно, опустеют. КОНЕЦ Самое главное, чтобы время не терялось надежды, и наступило исправление действительно, потому что, знаете, жизнь человека на земле дана один раз. А жизнь наша – это как вот спичка. Раз зажег – и все. И мы здесь, знаете, как гости. Нас сюда прислали для испытаний. Представляете состояние души? Это депрессия, или непонимание, что будет с ними дальше. И вот эта святынька, эта комната, и находящийся там священник поможет человеку обрести хоть какой-то покой. Обрести веру, обрести надежду, дать человеку шанс не оступиться дальше, попытаться исправить себя в дальнейшем. В своих проповедях отец Виталий постоянно упоминает о главной своей заботе – возрождении Никитского монастыря, одной из древних святынь Каширы. Сейчас мы находимся в подвалах Никитского храма, Никитского монастыря. Всем известно, что это самое намоленное место, самое святое место, которое было в той древней Кашире. Мы находимся в том месте, где когда-то находились в затворничестве монахини. Здесь творилась молитва и о стране нашей российской, и о вере православной, и о данном граде, и о данном монастыре. Поэтому хотелось бы, чтобы и Каширяне, и любой другой православный люд воздал свои молитвы, чтобы возродилась обитель. Иногда до поздна, до двенадцати, до часу иногда сидишь. Потому что это, вы знаете, затягивает очень. И хочется доделать, потому что не хочется оставлять. Потом как душа радуется, так сильно радуется, когда уже перед тобой полностью готовая икона. И думаешь, Господи, слава Богу, Ты спас еще одну икону, дал людям продолжение ее жизни. Ну что такое реставрация? Продолжение жизни. Сколько человек молилось на них, сколько прикладывалось, и сколько просило у этих угодников о том или ином чуде или помощи. И сейчас, в нынешнее время, эти иконы пришли в страшное состояние. Болит душа, когда тебе или в церковь приносят, или даже домой приносят, и говорят, батюшка, не знаешь, что с ними делать, вплоть до того, что выкинуть. А эти иконы достаются от бабушек, от дедушек. Я сейчас, в прошедшем времени, не жалею, что Господь сподобил стать меня пастырем. Хочется отдать свой пастырский долг для того, чтобы в современное время, в нынешнее время, огромное внимание уделить молодежи. Детям молодежи по-другому никак нельзя. Нужно заниматься и детскими домами, и приютами всякими. Потому что без этого в нынешнее время нам не возродить Россию, не сделать той былой славы. А как воин Христов, как казак, брать шашку и спасать Россию. От всех нечистот, от всех невзгод, как архангелы небесные. С Божьей помощью у меня три сына. Владимир старший, который имеет уже своего ребенка. Александр, средний сын. Николай, младший сын. И, как мы говорим, маленькая лапочка дочка, Анечка. Субтитры создавал DimaTorzok